Гомельский областный совет депутатов протягивает практику проведения выездных семинаров с уделом старшин районных советов. Сегодня в Ельске обмерковывались пытания створения новых врационных мест и самозанятости насельництва. Каким чином эта мета достигается на Полессе, ведая Олег Синцерову. Выездные встречи депутатов и керинговых организаций на Гомельске уже можно назвать традиционными Светлогорске, Житковицке, Реческе, Ходнинске и теперь Ельский район. Это не только есть членом активности, знакомиться с реальной ситуацией на местах. Не меньше важно обменяться опытом и при необходимости дать парады по ликвидации яснуючих проблем. На этот раз депутаты взвернулись к пытанию занятости и самозанятости насельництва. Сегодня в нашем государстве создан ряд нормативно-правых актов, которые упрощают вопрос ведения бизнеса, открытия новых производств. Но задача депутата – довести до каждого своего избирателя, до каждого гражданина, как это можно делать, какими нормативными актами можно пользоваться и как это на самом деле просто. Ельский район по околкости насельництва относно невеликий, але и предприемству, где можно працалутковаться, тут так само не шмат. Открытие приватного бизнеса – один из шляхов стабилизации ситуации на рынку працы. Тем больше, что пригодные для этих объекты сегодня можно набыть прасаукционы. В Ельском районе по такой схеме уже створены и працуют некакие предприемства, хоть и отворотные выпадки, когда набытые объекты протягиваются не выкористовываются, так само есть. Ясчет намагчимость для приватного бизнеса аренда. Подчас семинару депутатов узнаемыць с предприниманниками, які на арендованных площах плануюць выросшиваць бояки. По самых степлых падлигах на 17 гектарах, што год можна отрымываць дош 70 тонн ягод. У Ельском районе земля увогли запотрабаванная. У тымлю Кутая, де проведены работы по зносе нежилых домов. С початку года у Ельском районе знесли 84 домы, вызвали на территорию, передали частковой сельгаз предприемцам, частковой лесгазам. А врача того, у районе оказалось довольно жмот ожидающих взять землю для ведения приватной господарки. На местовой уродливой глебе отрыбываются не дредные уроджаи. Рамесництва Ящедин достатково распосюджены в Ельском районе вид самозанятости. Сегодня им займаются некакие десятки человек. Эксклюзивные вырубы реализуются, як серот местового населенства, так и на разностайных кермышах, што проводится на Гомишине. О деле, как свечить вопыт некоторых инших территорий, больше значных вынеку, можно достигнуть, коли обедновать намагание. У якости прикладу огучивается на просовке Брагинского района. Для выращивания сельскохозяйственной продукции, за ее наступной реализацией, некакие фермерские господарки уступили в кооперацию с Вязковцами. С 2009 года посетили Францию, изучили опыт производства чистой сельскохозяйственной продукции. И уже начиная с 2015 года стали объединять местных жителей. Всего вокруг этих трех фермерских хозяйств объединено 22 частных подсобных хозяйства. Созданы экспериментальные площадки 5, в которые входят владельцы подсобных хозяйств и учатся производить чистую сельскохозяйственную продукцию. Олег Сентеров, Валерий Копанько, Телерадо-компания «Гомель», ЕСКИ район.